Выставочный зал сегодня оккупирован школьниками. Об уникальности окружающей их экспозиции ребята, разумеется, пока судить не могут. А вот эти студентки пришли на выставку специально. Встреча с автором – большой сюрприз. Роман Захаров в Череповце довольно редкий гость. С 2005 года художник провел более 40 персональных выставок в 30 городах России. В городе Нашексне это всего лишь третье. Шелк и кофе – столь необычную технику мастера открыл в 2009 году. Работы выполнены в этой технике, они напоминают старую фотографию. То есть не черно-белую фотографию, а фотографию в цепи. И поэтому серия работ Вологды, и там сделана архитектура, которая уже либо не существует, либо она уже изменилась. Я как раз делал их с фотографий 19-го, начала 20-го века. Есть работы, которые так и называются, там, Волода 50-х, Волода начала века. И вот работы напоминают вот именно издалека, особенно, что это фотография все-таки, а не картина. Кофе используют многие художники, но работают на бумаге. С тканью – совсем другая история. И только Вологодский мастер смог подружиться с ней. Кофе растворяется, используется на красках. Кофе наводится, как обычный кофейный напиток. Он может быть приготовлен просто залит кипятком. Он может быть сварен, если это натуральный кофе. И от этого зависит оттенок. Кофе накладывается на шелк слоями. Первый слой – по-сырому. В основном это прорисовка земли, неба. Далее многослойная живопись по-сухому. Чтобы добиться самого темного, необходимо нанести 5-6 слоев кофе. К слову, растворимый – самый яркий. Тот кофе, который приготовлен давно, если он натуральный, он меняет оттенок, он становится более серым. И эта техника, и сам Вологодский художник уже успели получить международное признание. К примеру, поздняя осень в Тотьме заняла призовые места на конкурсах в Италии, Люксембурге, Словении. За три года кофейный архитектурный ансамбль побывал на 10 разных международных конкурсах. На таком же уровне автор создает коллекции одежды. Вот это центральное платье из коллекции «Флёр». Она была представлена Вячеславу Зайцеву, заняла первое место на международном фестивале в Санкт-Петербурге. Я не считаю это как бы приоритетом, я просто экспериментирую, пробую. В основном все-таки это была, это роспись картин, панно. Одежда – это такое попутное направление, которое интересно можно показать не только на выставке, но на каких-то мероприятиях, как еще одно из направлений. Но это не считаю, что это основное направление. Тем не менее, на этой выставке представлены два платья из будущей коллекции, где роспись по шелку совмещается с вологодским кружевом. Коллекция будет готова к весне. Что касается выставочной работы, на ближайшие два года она уже расписана. Экспозиция «Шелковый ветер» в Череповецком выставочном зале пробудет до конца февраля. Вера Кучеренко, Анатолий Холин. Новости.